Субтитры делал DimaTorzok Тепло, солнечно, люди пришли в парк погулять, хорошо? Несмотря на расстояние, мы продолжаем бурную деятельность на канале Algerus На этот раз мы решили устроить телемост, я буду вести свой рассказ из Франции Ну а я остаюсь верной Алжиру, буду снимать отсюда Ну ты знаешь, для начала надо позавтракать, потому что одним багетом сыт не будешь Попробую-ка я найти себе какой-нибудь кафе Да, ты права, надо подкрепиться, тем более что алжирская булка Да, мне сразу захотелось попить алжирского чая Я тоже пойду прогуляюсь и поищу какое-нибудь традиционное алжирское кафе Субтитры делал DimaTorzok Ну что же, не будем ломать себя, тихо я возьму себе фуласан Правда, не с кофе с чая, это такая вот алжирская привычка Да, я буду пить алжирский традиционный кафе Это называется Сэмэзон, он очень сладкий, очень твердкий, зеленый чай с мягкой Вы знаете, с той стороны кажется легко, но на самом деле я пролила пол чайника на стол Борисович, все, чай закончился, ничего не осталось, но у тебя немножко еще есть Вин на зерк Кстати, Дарья, ты знаешь, я недавно была на конкурсе о данной музыке И исполняли произведение французского композитора Камилю Сунсанко И я слышала, что он очень любил алжир Как интересно, я не знала Давай, может быть, в таком случае попробуем выяснить, что связывала автора знаменитая света карнавал животных с Северной Африкой Давай Но сначала, прежде чем трогаться в путь, я бы хотела позавтракать и почитать свежую прессу, как истинное парижанство Вдруг что-нибудь узнаю там правда Приятного тебе аппетита Камиль Сунсанс был заядлым путешественником и до конца своей жизни совершил около 200 поездок в 27 стран мира По профессиональным обязательствам композитор чаще посещал Германию и Англию А для отдыха и чтобы избежать парижских зим, которые плохо влияли на его здоровье, он ездил в Алжир Сунсанс родился в Париже в 1835 году Мальчик начал давать концерты уже в 5 лет, а в 11 дебютировал на сцене престижного парижского «Сальплиель» Он играл произведения Моцарта и Бетховена В 13 лет Сунсанс поступил в Парижскую консерваторию, где обучался в классе органа После чего получил предложение стать органистом в церкви Мадлен В Италии это церковь, что первоначально была задумана как храм славы великой армии Наполеона Бонапарта Она самая Только после поражения нанесенного Францией русской армией в 1812 году план реализован не был А не Наполеон случайно изображен вон на той росписи Какая ты наблюдательная Здесь изображено заключение договора между церковью и государством в конце французской революции Действительно можно видеть Наполеона и представителей церкви Сейчас органист будет исполнять одно из произведений Сунсанса на органе, на котором когда-то играл сам композитор Послушаем Впервые Сунсанс прибывает в Алжир по рекомендации своего врача в октябре 1873 года За всю свою жизнь композитор посетил Алжир 19 раз Он обустроился на вилле, расположенной на холме Бузыря, недалеко от маленького порта, всего в семи километрах от центра В окружении цитрусовых деревьев Сунсанс продолжает работу над оперой Самсон и Далила, которую позже поставят в Париже А я пойду поищу, где Сунсанс жил в Париже Теперь мне нужно найти улицу с интересным названием Месье Лев Хаус Кажется, она где-то там, посмотрим Точно она здесь, пошли! Сюда я приехала, потому что в доме номер 14 на этой улице Сунсанс жил со своей мамой А вот, собственно, этот дом из Кампича, видите? На этом доме висит памятная табличка, на которой написано, что композитор жил здесь с 1877 по 1889 год Из этого дома после смерти матери в 1888 году Сунсанс уехал в Алжир Он много гулял, читал, но был в таком стрессе, что просто не мог писать музыку Сунсанс постепенно возвращается к написанию музыки и сочиняет в Алжире фантазию для скрипки и арфы В это же время он переезжает в новую квартиру на улице Мишле, которая сейчас называется улица Дедуш Мурат Мы на самой центральной улице Дедуш Мурат, которая во времена французов называлась Мишле Это уже, кстати, было в нашем прошлом сюжете И мы сейчас пойдем, наверное, этот репортаж стоит назвать так По следам композитора Сунсанса И, насколько я поняла, смогла выяснить, этот композитор в один из своих приездов жил на улице Мишле Дом номер 81 Я нашла этот дом Вот это здание Видимо, что там есть центральный подъезд И он открыт Не знаю, сейчас попробую зайти туда посмотреть, может быть какая-то есть табличка или на отпуск Смотрите, какой здоровый подъезд, на самом деле, такие все старинные двери деревянные, правда без стекол, но все равно очень симпатичные Пойдемте К сожалению, от товарища Сунсанса ничего тут не осталось, никакой памяти Но мы просто будем знать, что по улице девушку рад Дон 81 Дарья, ты помнишь, мы снимали для нашего канала репортаж про Нотро Дамдафрик Если не ошибаюсь, там есть орган, а не связан ли он каким-либо образом с Сунсансом? Ты права, связь действительно есть Наша следующая остановка, это уже всем знакомый собор Африканской Богоматери Мы уже здесь сделали репортаж, вы можете посмотреть наши предыдущие сюжеты Поэтому мы не будем вдаваться в подробности об истории этого собора Но вот следы нашего друга-композитора привели нас сюда каким-то образом Вот мы сейчас зайдем внутрь собора и узнаем, зачем мы здесь, почему мы сюда пришли Пойдемте Я вам хочу представить отца Джозе Пэр Джозе Эспаньол Пэр Хосе Да? Да, очень хорошо Он любезно согласился показать нам собор сегодня Познакомиться с настройщиком органа и рассказать немножко истории И мы, может быть, вместе найдем след нашего композитора здесь, в соборе Пойдемте? Да Русский авель, потому что мы говорим Туристические информации в русском И это история этого органа А, история этого органа Отлично Ты знаешь Отлично Такие Отлично Вот, да Дорально Пэр Джозе нам все приготовил Смотрите, он подготовился У него есть программки на артек plutан У него есть для нас такое небольшое эссе об органе Мы сейчас прочитаем но я потому что ведь умная, скажу об этом, как будто это я узнала сама. Итак, смотрите, что удалось узнать. Орган, который сегодня находится в этом соборе, купил когда-то для своей алжирской квартиры один богатый англичанин, и он обратился за помощью в выборе инструмента к Сан-Сансу, после чего композитор регулярно выступал на этом самом органе в доме заморского меломана. А в 1930 году супруга англичанина, госпожа Ведель, подарила инструмент этому собору. Притем нехитрых вычислений, мы все-таки поняли с отцом Хосе, что, смотрите, орган был сюда транспортирован в 1930 году, а, собственно, наш композитор Сан-Санс, он умер уже в 1921, то есть, ну, как невозможно было, чтобы он здесь играл. И вот это фото на диске, наверное, все-таки оно сделано в салоне этого англичанина в тот момент, когда Камиль Сан-Санс, он давал свои концерты. Он говорит, что мы сейчас поднимемся наверх, где находится орган, и сейчас нам очень повезло, потому что именно в данный момент с собой находится настройщик органа, и он сейчас настраивает его, отстраивает, отстраивает, не знаю, как правильно сказать, и мы сейчас посмотрим, как он это делает, здорово. А вот мы с вами находимся, как он, как он, как он сделал, чтобы он cresся вop πά в это время. У нас есть инструмент, где-то еще один год, и он хочет его увидеть. У нас есть злопа, и у нас есть маленькая сюрприз, и у нас есть эмоция, когда мы обнаружили, во время консерта... Да. И вот так. Отлично. Пойдемте посмотрим. Валерий Холожман Квазимон. Посмотрите, какая классная лестница. Маленькая, она ведет наверх, туда, где располагается орган. Валерий Холожман Квазимон. Валерий Холожман Квазимон. Валерий Холожман Квазимон. Продолжение следует. Валерий Холожман Квазимон. Квазимон. Женщина. У меня есть механизм, который должен быть вверху, внутри этого бюджета. И мне нужно было найти это. Поэтому мне нужно было открыть элементы бюджета. И это инструмент, в основном, был построен для больших бюджетов, здесь, в Алгерии. И, конечно, он был сделан в компакте, очень широкий. И, конечно, у меня нет места, чтобы перейти. Это всегда, в основном, наиболее важнейшем для того, чтобы найти вещи. Как говорит миссия Жанна, этот орган, собственно говоря, что вы уже раньше слышали, он предназначался для частного использования в музыкальном салоне этого богатого англичанина, который здесь жил. Поэтому он сконструирован таким, очень компактным, на самом деле. Обычно в соборе органа он намного больше. А здесь он такой, прям, какой-то маленький шкафчик. Вот, и миссия Жанна говорит, что, в принципе, поэтому немножко сложно работать на страде, вот, но пытается наладить и сделать все возможное, чтобы отстроить его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЭТОРА ЛЕСТ Он очень переживает, я вижу, что он за этот орган, за бедный, очень-очень переживает, но я постараюсь не быть слоном в посудной лавке, я просто немножечко сюда пролезу, просто чтобы посмотреть, что там, да, я как-то там все втяну, все, что нужно, втяну, все, что не нужно, вытяну. И вот, и мне дали, вы смотрите, какую-то штуку, вот, я сейчас просто буквально одним глазком посмотрю. Нет, я ничего не трогаю. Сейчас я буквально вот так вот немножечко протяну нашу камеру, просто чтобы вы тоже посмотрели, мы ничего не трогаем, месье Жан может не волноваться, мы просто-просто-просто посмотрим, что внутри органа. Вот еще так немножко посветим, посмотрим, вот он. Это буквально, знаете, как вот такой вход в Нарнию, ты заходишь в этот шкафчик органный и вообще в другом мире. Как вы видите, мы нашли все-таки небольшие следы присутствия нашего композитора, может быть не в самом соборе, но мне кажется, что наверняка в этом соборе он ходил на место. Вот, когда еще не было здесь этого органа, а на органе на этом он играл в музыкальном салоне нашего друга-англичанина. Вот, что мы выяснили, а Левтина сегодня в этом соборе. После окончания Первой мировой войны Сен-Санс вновь вернулся в Алжир. В порту его встречали военные, которые исполнили отрывок из написанной композитором алжирской сюиты. На этот раз Сен-Санс поселился в отеле «Оазис», и в этом отеле он скончался в 1921 году в возрасте 86 лет. По словам врачей, причиной внезапной смерти стал сердечный приступ. Тело композитора отвезли в Париж, где после официального прощания Камиль Сен-Санс был похоронен на кладбище Монпарнас. Среди провожающих композиторов «Последний путь» были политические и художественные деятели Франции, а также его вдова Мария. Лично мне было очень интересно работать в таком формате. А тебе? По-моему, очень здорово получилось. У нас такой теперь новый формат наших сюжетов. Что ж, тогда иду в библиотеку за новыми материалами. Ну да, а я поищу идеи новых сюжетов в интернете. Пока! До встречи на канале Алжерус. Пока!